добрый вечер друзья возвращаюсь с работы и рассказываю вам реальную историю которая со мной приключилась а история это такая один из наших зрителей написал мне что камера go pro 3 а у меня вот камера go pro go pro 3 silver до серебряная значит там издание и что есть апгрейд софтворный для этой камеры и что вот если установить это дело то тогда эта камера начнет значит выдавать 4k значит разрешение и можно будет вот снимать для этого не нужно покупать камеру там go pro 4 которая как бы имеет такую фишечку а вот даже камеры go pro 3 если вот ее значит апгрейднуть софтвер но то она вот тоже будет это все ну хорошо сегодня я камерой управляю через сотовый телефон у меня там установлено приложение в принципе очень удобно пользоваться маленьким экранчиком но я что-то его найти не могу вот как-то уехал там в круиз круиз на карибы а вернуться что-то не вижу куда камеры куда этот экранчик делается маленький такой зараза но неважно я через сотовый никаких проблем значит подключаюсь там все дела устанавливаю апгрейд установилась так вроде все культурно значит никаких проблем ну сеттинге мне все сбросила значит на там заново я все это делаю ну да снял дачу-то не вижу этих четырех китом правда не появилась но так чего чего понятно было я на сеттинге эти сделал и думаю сниму к я видео посмотрю как пойдет значит снимаю видео подключаю шнурочком у меня есть там кабель там mini usb просто usb начали там к компьютеру значит через usb порт подключаю а значит она них не показывает мне файлы которые на камере точнее у камеры нет хард-драйва там дискетка такая маленькая стоит память а раньше показывала теперь не показывает и действительно там как бы с одной стороны видно что этот софтвер немножко по-другому сейчас работает там какие-то такие ну замечательные изменения мелкие несущественные там при подключении компьютера все это замечательно но но я не вижу файлов то есть снять видео я могу могу его даже проиграть там у себя на сотовом телефоне посмотреть а вот так чтобы значит скинуть на компьютер там обработать и вам на youtube подгрузить уже не могу но думаю ни хрена себе думаю апгрейд и читаю еще раз что мне там скайпе написал наш зритель это у него заканчивается фразой там апгрейд ну уже поставьте апгрейд что вам будет хуже то уже не будет это какая мысль хуже не будет я думаю нет милый я говорю бывает и хуже ну и в общем мучились мы мучились пока значит наш админ не посмотрел на это дело и говорит ну давай я попробую еще раз его значит апгрейд этот повторить как бы заново сделать он уже его с веб-сайта значит сбросил на эту диске . там слава богу у нас нашелся кейс для нее дискетка маленькая и вот нашелся кейс покрупнее на него скинули запустили и таки заработала заработала в том смысле что вернулась в такое состояние когда файл можно все-таки на компьютер вернул скину с камеры в том смысле в каком там появилась 4 кей вот чего нет того нет и надо будет мне внимательнее может быть инструкцию почитать просто меня в офисе мало времени было и я сейчас вот до дома доеду у меня сегодня еще поездка в аэропорт лишь прочим часика через два с половиной вот я сейчас приеду домой немножко себя приду и мы со спетланой вместе поедем в аэропорт встречать новичка сниму вам видео покажу там все как есть давно мы в аэропорту не были я подумал поеду сам так вот рассказ мой вот о страданиях а я уже думал все погибла камера знаете думаю надо же так вроде снимал снимал как там у это у пушкин это в сказке о рыбаке и рыбке не гонялся бы ты поп за дешевизною вот ну данном случае за 4 4 кей значит на камере gopro 3 в общем такая история еще одни страдания у меня происходят на почве установки двух приложений на windows phone значит первым приложением оказался оказался инстаграм почему-то мне все время хочется я так замедлился мне . гистограмм знаете дачка гистограмма вот у меня почему-то instagram вот с гистограммой как-то путается у него это приличное слово не не подумайте плохого если там что значит инстаграмм есть бейта для windows фонов вот я эту бейта установил то есть так в принципе приложение для аэс и android и там не работает вот рассказываю всем кто захочет может быть поставить на windows фон не работает фишка когда вы модификации всякие там можете отменить или там выборочно можете какие-то разрешить какие-то отменить вот так говоришь вот эту нотификацию значит поставить на офф да выключить она говорит какая-то ошибочка произошла значит там бы повторить вот как-нибудь другой раз вот что это значит это значит что мой телефон каждый там ну и на раз там по пач каждые 15 секунд и на раз там каждую минутку другую там бывает зависит от того какое время значит суток у нас тут и какое время суток в это время вот в странах так сказать бывшего ссср народ подписывается лайки ставит значит получается чем больше я ведь этих файлов подвесил картинок значит тем больше у меня этих этих лайков там люди ставят или комментариев пишут ну или просто подписываются и в итоге значит каждое это действие сопровождается тем что у меня там бибикает подпискивает и мне пришлось звук там поставить на вибрацию значит а люди звонят а телефон лежит на столе если в кармане был можете об чувствовал вибрацию но он лежит на столе значит люди звонят я не слышу не знаю что мне звонили но в общем странное дело кончилось тем что отключили мы нотификации уже через саму мобилу как бы да не не приложение можно отключить нотификации от конкретного приложения на уровне самой системы вот это это было сделано в течение там полутора суток я очень страдал от всяких позвякиваний побрякивание значит каких-то эффектов непривычных вот следующее приложение от которого я пострадал морально было перископ значит перископов насколько я понимаю для windows фонов нету пока но это не значит что если вы поете сделаете поиск там то ничего не вылетел какая-то ерунда выходит одна ерунда была честная она мне сказала я в твоем значит телефоне не вижу тех фишек которые мне нужны и устанавливаться не буду и там там было объяснение какое-то и значит выяснилось что чего ему не хватает в моем телефоне ему не хватает плохого плохой резолюции разрешения низ плохого то есть у меня слишком хорошее разрешение вот этим меня было там типа 480 там так ну такого плана то тогда пожалуйста а вот если значит у меня там high definition тоже все он не будет другое приложение было каким-то гнусным и я даже не понял что это впечатление было такое что это страница что ли фейсбуке хотя это устанавливалась и там как эта реклама со всех сторон то есть я несколько раз пытался так и сяк к нему подобраться кончилось тем что я его значит там удалил в общем то ли это специально так ну как бы чтобы народ злоупотреблять доверием там масс я я не могу сказать очень это дрянь потом мне говорят а ты поставь значит телескоп для этого перископа есть такое приложение я чуть было даже его и не поставил но дело в том что телескоп как выяснилось в процессе искать изучением позволяет смотреть что там происходит на перископе но не позволяет самому видео снимать в смысле видео снимать делать бродкастинг а заодно уже его и там записывать то бишь снимать видео на общем такая вот ерунда получилось так что друзья вот я рассказываю как можно морально пострадать от разных совершенно факторов то ли от модели телефона или там его платформы то еще чего вот то ли от желания сделать апгрейд когда все было хорошо друзья все было хорошо и вот тебе апгрейд вот напоминает народную пословицу русскую вот тебе бабушка и юрьев день вот я уже боюсь даже спрашивать знает ли кто-то что такое юрьев день и что там конкретно случилось то же тут с волгой у нас непонятки куда впадает а тут еще юрьев день это непонятный в общем уже бог с ним с юрьевым днем а вы друзья будьте осторожны будьте осторожны и так вот каждый раз когда вы что-то устанавливаете и оно срабатывает не воспринимайте это как должное а скажите себе вот как тут американка thanks god спасибо скажите спасибо тебе господи этого хвала тебе господи сработала установилась от конфигурировалась эти не перестала работать потому что это все это все не само по себе происходит давайте вот так вот запросто установил и и все у меня например постоянно выскакивает там поставьте вы windows 10 поставьте windows 10 ведь как бывает а я уже знаю некоторое количество людей которые после установки windows 10 потеряли способность работать на своем компьютере потому что у них снесло софтвер тот и софтвер этот и чем-то они занимались знать когда работаешь и когда зарабатываешь на жизнь этим это вообще какая-то катастрофа получается чудовищная так я уже отказываюсь я бы не надо мне вашего windows 10 уже уже хоть бы это работало я не знаю все таки такие вот такие вот переживания до чего мы дожили друзья когда-то была замечательная операционная система windows 3.1 да вот вспоминаю с грустью так она бывает конечно делаешь что-то делать там бах тебя в доз выбрасывает это это бывало тоже да не не было безупречной но как то так все простенькая легенькая какие были времена счастлива друзья счастлива ностальгировать мы по ночам тут не будем